Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание к ним. Пьера Гюст Ренуар. Девушки с фортепиано или девушки у пианино. Под занавес XIX века к Ренуару наконец пришла долгожданная слава. Его картина начинает выставляться и путешествовать по миру. А в 1900 году живописец уже удостоился звания кавалер ордена почетного легиона. А пока в 1891 году по протекции своего друга поэта Стефана Маларме Ренуар получает государственный заказ на написание новой значительной картины, которая будет по завершении выкуплена для государственного собрания. Живописец с энтузиазмом принялся за работу, однако работа продвигалась медленно и мучительно. Хотя сюжет возник в голове Ренуара достаточно быстро. Его воплощение мешало осознание ответственности и значимости момента. Это очень сковывало творца привыкшего мыслить свободно. Две девушки, музицирующие за пианино. Вот новые две Ренуары. В настоящее время известно шесть работ и множество эскизов и набросков, хранящихся в различных музеях мира и являющихся ярким доказательством творческих поисков и стараний знаменитого импульсиониста. Такое многовариантное исполнение сюжета породило и путаницу в названиях. Две девушки за фортепиано, девушки у пианино и даже дочери Лероль за пианино. Вот некоторые из известных наименований. Самый законченный вариант находится в музее Арсе. Сам живописец назвал ее даже слишком завершенной. Полотно представляет сентиментальную сцену. Две юные девушки склонились над клавишами рояля. Героини настолько увлечены своим занятием, что не замечают ничего вокруг, а невнимательно выглядываются в ноты, будто разучивая новую мелодию. Мы можем заметить богато обставленную комнату, но колористическое решение таково, что у зрителя подобное великолепие не вызывает никакого раздражения. Приглушенные пастельные тона придают полотну пасторальность и спокойствие. Некоторые критики злословили, говоря, что данной милой картине самое место на коробочке шоколадных конфет. Действительно, произведение является прекрасным примером отображения французской буржуазной культуры уходящего 19 века. Впервые картина была выставлена зрителям в 1892 году и почти сразу была куплена музеем Люксембургского сада. Экспонировалась в Лувре, затем переехала в Национальный музей Ж. Депом, пока в 1896 не обрела постоянное место в Париже, в Арсе. Один из набросков картине можно увидеть и у нас на родине, в Государственном армитаже Санкт-Петербурга. Это ценное приобретение поступило туда из собрания одного немецкого предпринимателя и коллекционера после ликвидации его замечательной коллекции. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Пьера Агюстри Нуар «Девушки за фортепиано» или «Девушки у пианино». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok